Всем привет, с вами Прия. Мы находимся на Альфе Shadowlands в текущий момент и находимся в Штормграде в Башне Магов. Сделалось небольшое обновление на Альфе, выпустили немножко нового контента, очень интересного, и появился портал в Арибос. Арибос это центральная зона, если рассмотреть вообще темные земли, а кстати где они? Вопрос хороший. Окей, просто берем и портаемся. Глянем, что из себя представляет Арибос, насколько он красив, насколько он ужасен и превосходен. Я первый раз в него портуюсь, я вообще не в курсе, что тут находится, но мы сейчас с вами все это будем изучать. Конечно же зеленая карта, то есть все по классике. Окей, что у нас тут получается? Вот она на Арибос, вот они всякие различные круговерти пустоты, сверху что-то крутится, надо будет это глянуть, изучить. Летать тут конечно же нельзя, тут различные порталы, некоторые юзабельные, некоторые нет, стоят мапсы и все такое прочее. Угу, вы заметили да, то что круговерти разных цветов? Я вот заметил. Окей, тут у нас портал в Шторнград. Тут у нас, похоже, портал в Аргримар. Далее, тут у нас портал в Ревендред, локация которая есть у нас в темных землях. Это портал в Бастион, аналогично. Тут у нас портал в Андервельд, то есть самые обычные порталы в различные зоны, которые доступны на текущий момент времени для тестирования на Альфе Шадоулендс. Получается четвертая локация, которая осталась, это Малдраксус и Малдраксус еще не открыт. В тот момент, когда откроется Малдраксус, когда откроются все инсты, Альфа перейдет на фазу беты и само собой уже будет намного больше инвайтов выслано. Ставят стражники, щиты арбитра, что они расскажут, что они покажут. Окей, хорошо. Пробежим, наверное, по кругу, просто глянем, что интересного имеется. Может быть еще какие-нибудь круговерти интересные найдем. Какие-то ящики стоят, светильники, тени имеются, различные окна. Там еще одна круговерть такого аркановского цвета. Еще светильники. Тут вход еще один, можно сказать. Ничего нету пока что. Может быть будет. Как говорится, поживем и видим. Тут тоже ничего абсолютно. Ну, тут белого цвета завихрения, зеленого. Опа. Так, а ты кто? Писарь судьбы Ратал. Оно объясняет, что такое Purpose. Занимательный рассказ, ничего не скажешь, окей. Косар рассказывает нам о том, где можно души получить. Также тут таверна имеется, в которой можно зафиксатиться. Не думаю, что есть смысл бегать по второй половине Арибуса, поэтому мы просто зайдем внутрь. Кстати, почтовый ящик. Вот такую вот интересную модельку он имеет. Прикольная сфера, которая горит синим пламенем. Кайфовенько. Заходим внутрь, смотрим, что у нас тут внутри. Хозяин таверны Торелла стоит. Служители, писцы стоят. Ну, писец это один, а писцы это много. Вот, котелок. А, ну это, наверное, учитель кулинарии тут будет стоять какой-нибудь, скорее всего. Различные полки со всякими микстурками кулинарными. На маму тебя тут нельзя, увы. Что у нас внутри? Давайте смотреть. Интересное завихрение. Кольцо судеб называется. Тут еще стоят мопчики. Тут стоят стражники. Стражники. Хранилище. Ну, значит, логично то, что внутри у нас хранилищ и банк, скорее всего. Ох ты, а тут у нас еженедельное хранилище. То есть, получается, тут будет викли сундук. Получается как-то так. Ладно, поживем, увидим. Тут банкир стоит. Горы золота. Позади него. Всякие свитки, сундучки. Хранитель выгоды называется этот мопчик. Интересное название, ничего не скажешь. Если тут побегать, тут ничего такого нет. Далее. Далее. Тут выход из Арибоса. Посмотрим центр внимательно. Есть даже транспортный портал, который можно заюзать. Сейчас надо его заюзать. Посмотрим. Куда он портнут нас. Ух ты, какая анимация хорошая. И что произошло? А, то есть, просто через этот столб портануло. А если прыгнуть в этот столб, что случится? Смерть? А, нет, подождите, меня портнуло на ярус выше. Это другой ярус. Мне просто показалось то, что он одинаков. Окей, сейчас мы находимся на верхушке. Мы находимся на верхушке. И тут дальше никак не пройти. Это невидимая стена. Угу. Можно побегать, еще поизучать. Еще щиты арбитра стоят. Еще стражники различные. Всякие светильники, хоккела, костры. Но наверху нету ничего абсолютно. То есть, пока что локация пустая. Стоит помнить о том, что это самое первое появление Арибаса на Альфе. То есть, до этого Арибас был недоступен. Относительно недавно сделали обновление. И в этом обновлении реализовали Арибас. И, кстати, в тот момент, когда проходите фул цепочку в бастионе, квест нужно какой-то в Арибасе сдать. Вот, сейчас будем его сдавать. Посмотрим, что из этого выйдет вообще. Угу. Ну, понятно. Хорошо. Интересное описание. Оно меня радует. Тут, получается, стоят ковенанты. То есть, тут один ковенант. Тут знамя другого ковенанта. Тут знамя третьего ковенанта ночного народца в Индервельде. И тут знамя четвертого ковенанта. Скорее всего, бастионовский ковенант. Ну, то есть, да, это анклав. Это анклав ковенантов. Все верно. Тут у нас стоит три торговца. Организатор конфликтов, инспектор конфликтов и мастер противостояния. Че продаем, за че продаем. Прогресс. Еженедельные награды за ПВП. Темных земель. То есть, это различные ПВП-награды, которые будут покупаться за баджики. Само собой, на иконки мы пока что не смотрим. Иконки сопоставимы с легионовскими. Также есть в продаже стат стики. То есть, стат стик это аксессуар, который дает нам мейн стат, плюс какой-либо вторичный стат. Пушки за 350, ножки за 450 баджей продаются, двуручки за 700. Не знаю, в каком количестве будут они добываться, но посмотрим. Тут у нас что? Очки чести темных земель позволяют приобретать награды за нерейтинговые ПВП-бои в Арибасе, а также улучшать награды за рейтинговые и нерейтинговые бои. У них этом левел на 20 ниже, чем у эпических вещичек. Ну и аналогично. Иконки старые, так что смотреть на них мы не будем. Вот, а организатор конфликтов что нам дает? Многие экипируемые предметы можно улучшать, повышая их уровень. Тип валюты, требуемый для улучшения, зависит от источника происхождения предмета. Ой, знаете, наверное, это тематика для другого видоса. Так, давайте еще дальше изучим, что-то есть интересненькое, просто по кругу пробегу. И посмотрим. То есть там получается самый вход. Вот они, эти портальчики, да? Идем налево, смотрим, что тут у нас имеется. Инженерное дело, ювелирное дело. Да, тут скорее всего просто мопочки будут стоять, которые будут нас учить профессиям. Алхимия красивый, какой стол имеется, красивая колба. Тут начертания, свиток сам берет и пишет какие-то символы. Прикольно. Тут что, кузнечное, да, дело, скорее всего. Ну да, наковальня стоит. Кожевничество. Тут у нас что, портняжное дело? Затесалось сбоку. Опа, мопчик какой-то стоит. Че они тут стоят? Они ничего не продают. Тут опять котелок стоит. Наложение чар. Угу. Ну и тут банк. Вот она, нарибос. Собственно, это столица, в которой мы будем ждать выход рейдов. Это столица, в которой мы будем заниматься всякими вещами. Столица, в которой мы будем прокачивать свои профессии. Пока что, как-то так. Что будет дальше в этом городке, будет видно. Думаю, к моменту выхода беты, городок станет поживее. В нем будут игроки. Ну и само собой станет побольше мопчиков, потому что сейчас нету ни учителей. Второй этаж вообще абсолютно пустой, совершенно пустой. Это немножко грустно, но сама по себе локация очень масштабная и в виде столицы Арибос смотрится довольно-таки кайфово. Ваше мнение жду в комментариях. Берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok